Hello, hello, приветствую, друзья! Вы попали на канал K-English, с вами Елена Викторовна. И, наконец-то, после многочисленных просьб я возвращаюсь к записи Advanced Grammar News, разбор грамматики Hewings. Спасибо, друзья, за то, что проявляете интерес к данному плейлисту. Честно, у меня было желание его забросить, но я очень-очень много писем, сообщений получила с просьбами разобрать ту книгу до конца. И, коль есть интерес, не буду вас терзать, друзья мои, новый юнит и новые следующие юниты будут выходить регулярно на канале K-English. Спасибо всем за обратную связь. Итак, что же предлагает нам юнит 43? В 43-м юните мы проходим классную важную тему, которая называется Compound Nouns. Составные существительные. Compound Nouns. Мы проходили эту тему в чуть более упрощенном варианте, в синем, в 80-м юните. И я еще тогда говорила вам, что эта тема крайне важна, потому что весь современный английский язык использует данные принципы. Итак, давайте более детально разберемся, что сие означает. Значит, термины в английском языке Compound Nouns, соответственно, составные существительные. Что это значит? Это значит, что у нас может подряд идти несколько существительных, два, может быть, три и более существительных. И как это переводить? Тут, конечно, очень много трудностей для нас, русских людей. Мы помним простые примеры, типа, теннисбол, мяч для тенниса, да, или там, вебсайт, вебсайт. Да, что, ну, как бы мы уже запоминаем такие связки, но вообще, в принципе, есть тут некоторые принципы организации, о которых стоит поговорить. И, в принципе, о том, как формируются данные связки. Главное правило, друзья мои, если у вас составная связка, то есть термин, который образован несколькими существительными, то мы всегда смотрим на последнее. Именно последнее существительное является ядром связки. Оно всегда будет переводиться как существительное. Все, что идет до него, это его характеристики. То есть, существительные, которые стоят до него, характеристики по принципу прилагательных. Поэтому, теннисбол, соответственно, мяч какой? Теннисный, да, бадминтон плеер. Игрок какой? В бадминтон, играющий в бадминтон и так далее. Давайте теперь кратко посмотрим на табличку. Кстати, табличка из моей книги. Окей, English, английская грамматика для тех, кто уже что-то знает с синей обложкой. Книжка, друзья мои, если вы ее не читали, почитайте. Я там столько материала собрала в одном месте, что я горжусь тем, что написала эту книгу. Это чуть-чуть укороченная таблица. Итак, самое популярное, это когда два существительных объединяются вместе. Причем они могут образовывать одно слово или писаться отдельно. Как, например, bedroom, спальня. Пишем как одно слово. Printer cartridge, картридж для принтера. Пишем как два слова. Не совсем ясны правила, когда писать слова вместе, когда писать слова отдельно, поэтому это нужно запоминать. Или еще, например, police car, полицейская машина. Мы видим, что room, cartridge и car – это ядро. А характеристика – это bed, то есть комната какая? Для спанья. Картридж какой? Для принтера. Printer cartridge. Машина какая? Для полицейских. Полицейская. Police car. То есть первое слово идет как характеристика, как прилагательное, хотя оно является существительным. Интересная штука. Ну, у нас таким образом могут объединяться три и более существительных. Например, children safe content. Материал безопасный для детей. То есть контент, материал. Какая у него характеристика? Children safe. Безопасный для детей. Тут, конечно, нужно подумать, как перевести это на русский. Нужно найти подходящий термин. Или, например, website icon. Icon – иконка какая? Website для вебсайда. Website – это также у нас составное существительное. У нас может происходить объединение существительного и глагола. Например, haircut. Стрижка волос. Cut – мы знаем, что это стричь. Ну и hair, соответственно, волосы. Объединились в одно слово. Driving license. License – лицензия какая? Ну, здесь driving. Может быть, это прилагательное. Может быть, это герундия. То есть глагольное прилагательное. Или, может быть, это present participle. Continuous. То, что мы называем. Непонятно вообще. Ну, пусть будет условно существительное и глагол. У нас может быть объединение существительное и предлог. Passerby – проходящий мимо прохожий. Drawback – помеха. Тут одно слово. Там через дефис или тире. Да, дефис все-таки. Правил каких-то ключевых нет. Поэтому, на самом деле, есть такое правило. Если вы не уверены, как писать два существительных или, там, скажем, образование существительное и предлог. Если вы не уверены на 100%, лучше пишите отдельно. Ну, наверное, если говорить о существительном с предлогами, то все-таки они чаще будут писаться через дефис. Далее. У нас может быть существительное и прилагательное. Greenhouse – парник. То есть green – как зеленый, да, house – дом. Зеленый дом – парник. Redhead – рыжеволосый человек. Red – рыжий. Если говорить о волосах head, соответственно, голова. Рыжая голова. У нас могут происходить объединения существительных с числительными. Обычно первым в цепочке идет числительное. И такие связки, как правило, пишем через тире. И при этом, друзья, мы будем указывать величину времени или, там, расстояние или чего-то там, что мы как бы указываем во множенном числе, мы это будем указывать в единственном числе. A two-hour journey – двухчасовое путешествие. Two-hour journey. Путешествие какое? Two-hour – двухчасовое. Two ten-dollar notes – две десятидолларовые банкноты. Банкноты какие? Во-первых, мы знаем, что их две. Two – ну, two – это просто числительное. Ten-dollar notes – десятидолларовых банкнот. При этом мы не говорим ten dollars, а говорим ten dollar. Обратите внимание. Или, там, a three-month baby – трёхмесячный малыш. Малыш какой? Three-month – трёхмесячный. Обратите внимание на эту таблицу. Я решила, что как бы сразу у нас всё было вот в куче, вместе. И дальше давайте по частным случаям поговорим с вами. В принципе, то, что я вам сказала. В связке noun плюс noun – существительное и существительное. Второе существительное показывает класс предмета, ну, то есть существительное. А как бы оно соотносит понятие с вот этой группой. Оно является существительным ядром. А первое существительное показывает его тип внутри данного класса. Характеристику как прилагательное. И обычно, стоит обратить на это внимание, первое существительное, конечно, стоит в форме единственного числа. Например, an address book – адресная книга. То есть книга какая? С адресами. Book – это как бы категория предмета, а address – его характеристика. However, there are a number of exceptions. Ну, есть, конечно же, исключения. These include when the first noun only has a plural form. Ну, и есть небольшие исключения по единственному числу. Не всегда оно будет единственным, если мы говорим о первом слове. Иногда оно может быть во множном числе. Если это так, то у нас должны быть для этого веские причины. Второе слово – ядро – может стоять в любой абсолютно форме. An address book – address books. Website icons. Police cars. Да, мы можем второе слово – ядро менять в любом количестве и указывать. А первое слово мы указываем во множном числе только если, например, оно всегда используется в форме множного числа. A savings account – сберегательный счёт. Savings – это сбережения. В английском языке всегда в множном числе. A customs officer. Офицер таможни. Слово customs всегда знаем, используется во множественной форме. И так далее, друзья мои. Я не буду все примеры читать. Меня попросили запишите хотя бы, друзья мои, вы меня просите, запишите хотя бы в беглом темпе эти разборы. Давайте так, я не буду прям всё разжёвывать, так как я это делаю обычно, а по основным пробегусь категориям, просто чтобы вы ухватили суть, друзья мои. Далее. Arts festival. Arts. Это у нас изящные искусства и так далее. То есть, нужно вот обращать внимание, что если характеристика всегда идёт во множном числе, это мы оставляем. Не нужно убирать множное число, если как бы это суть слова. Ну вот интересный пример. Вот смотрите. The arms trade. Торговля оружием. Почему не arm? Ведь есть слово arm. Но мы должны понимать, что arms используется в значении оружия. Именно во множном числе термин arms используется в контексте weapons, оружия. И если мы поставим arm, то он потеряет такой контекст. Именно поэтому в данном случае мы, конечно, используем множное число. Далее. Когда у нас есть какое-то учреждение, например, индустрия, департамент, там, что-то, в общем, организация какая-то. The building materials industry. Значит, индустрия по созданию строительных материалов. То есть, building materials – это название индустрии. Оно используется во множном числе. Поэтому мы здесь имеем право оставить materials во множном числе. The publication department. Отдел публикаций. Publications здесь подразумевает целый отдел, целый департамент. Чтобы показать вот этот контекст, мы используем множное число. Publications. It deals with more than one kind of item or activity. То есть, когда мы имеем в виду индустрии, департамент, то мы указываем, что всё-таки он связан не с каким-то одним предметом, не с разовым действием, а подразумевает как бы целый пласт предметов, действий и так далее. Как, например, производство чего-то или публикация, продажа чего-то. Я вам уже это сказала. Если хотим сделать множное число, то ставим, добавляем окончание S только ко второму слову первой. Не трогаем. В принципе, ничего сложного нет. Это крайне часто употребляется, особенно в американском английском языке. Я уверена, примеров вы уже можете вспомнить целую кучу. Двигаемся дальше. Что это значит? Иногда нельзя сказать, вот два слова объединить вот в такое составное существительное. Так не принято, так не делается. Давайте перечислим с вами случаи, когда мы так делать не можем. Вместо этого мы используем существительное с притяжательным падежом плюс существительное или существительное предлог существительное. И по примерам сейчас вы сразу поймёте. Что же это за случаи? When the first noun is the user, a person or animal of the item, in the second noun. То есть, когда у нас первым словом, как характеристика, является пользователь, который использует предмет, ну, владелец лучше говорить, да? По-русски понятнее владелец, хозяин, пользователь, да? Тот, кому этот предмет принадлежит. То мы помним, что у нас для этого есть в английском языке притяжательный падеж. Possessive case. Проходили его и в красном-синем Мёрфи. Например, a baby's bedroom. Спальня малыша. То есть, спальня, принадлежащая малышу. A baby's bedroom. Baby bedroom не очень хорошо звучит, но, в принципе, вас также и поймут, если вы так скажете. A lion's den. Нора льва. То есть, чья, кому она принадлежит. Кто её использует. A lion, да? A women's clinic. Клиника для женщин. Женская клиника. То есть, не буквально женщины владеют этой клиникой, а она создана для женщин, чтобы решать женские проблемы со здоровьем. A girl's school. Школа для девочек. То есть, этой школой пользуются только девочки. В ней обучаются девочки. Обратите внимание, по правилам притяжательного падежа, если существительное уже стоит во множном числе, как girls в данном случае, то мы добавляем только апостроф, s добавлять не нужно. Ну и также в этом случае, если нам нужно, мы можем первое слово-характеристику поставить во множное число. Если нам нужно указать множное число всего понятия, да, например, bedrooms, мы также можем это сделать. То есть, здесь мы меняем всё по категории единственное множное число, если нам это нужно. When the item in the second noun is produced by the thing of an animal in the first. Итак, когда второе слово, то есть ядро, это что-то, что производится благодаря первому существительному, ну, очень часто имеется в виду что-то такое типа То есть сыр производят из, не буквально, а козы, да, козьей сыра, из молока козы. Яйца утки, то есть утка как бы нам даёт яйца. Это в русском языке у нас там корову доят, утка там, курица сносит яйца, по-английски всё это называется produce, как бы животные как производят это. Молоко коровы, то есть молоко, которое нам дала корова. Ну, при этом есть исключение lamb chops и chicken drumsticks. Это виды еды, да, то есть буквально животные не производят еду, да, поэтому здесь это правило не будет работать. Говорим только о том, что животные нам дают естественным путём. Ну, или goat's cheese. Тут имеется в виду, что cheese сделаны из молока, то есть подноготная такая скрытая. Итак, если мы говорим о том, что у нас какая-то часть тела, часть тела человека, часть тела животного, то мы используем, опять же, правила притяжательного падежа, вот те, что мы говорили чуть выше. Абсолютно те же правила, я не буду их подробно обсуждать, потому что для этого у нас были другие юниты. Итак, смотрим примеры. A woman's face – лицо женщины, то есть лицо, принадлежащее женщине. A boy's arm – рука мальчика, то есть рука этого конкретного мальчика. Boy's arm – видим притяжательный падеж. Women's, women's boys, да. Но, друзья мои, если у нас такое дело, что мы говорим о каком-то неживом предмете, например, a computer keyboard, да, клавиатура компьютера. Клавиатура – это часть компьютера, да, вот как же, как рука – это часть мальчика, грубо говоря. Но с предметами мы притяжательный падеж не используем. Мы с вами говорили о том, что мы можем использовать предлог of, например, a keyboard of a computer. Ну, также намного чаще используется все-таки принцип составных существительных. A computer keyboard, где ядро – это кейборд, клавиатура, а компьютер – это характеристика, компьютерная клавиатура. В принципе, конечно, можно стараться по поводу перевода переводить как бы линейно, да, a computer keyboard – компьютерная клавиатура. Но далеко не всегда мы сможем это сделать, иногда по правилам русского языка мы должны будем переставлять слова, и поэтому придется переводить такие связки с конца. Клавиатура компьютера, например. Или там a girl's school, да, школа для девочек. Нельзя сказать девочке на школу, будет что-то сумасшедшее. Окей, we prefer noun plus preposition plus noun. И мы предпочитаем схему существительное, предлог существительное. Когда мы говорим о емкости вместе с жидкостью или с содержимым данной емкости. Например, a cup of tea – чашка чая. Имеется в виду не только чашка, но и чай, который в ней находится. A tea cup – чайная чашка. Здесь мы говорим о том, что чашка для чего предназначена для чая. И обратите внимание, что разница по смыслу есть. A cup of tea – это одно. A tea cup – это другое. A tea cup – it can be empty. But a cup of tea is always full of tea. So there is a difference. You should note it. When the combination of nouns does not refer to a well-known class of items. Compare. И когда у нас сочетание существительных не относится к какой-то общеизвестной категории предметов, здесь такие связки нужно, мне кажется, запоминать. Это сложно. Интуитивно нам непонятно. Income tax – подоходный налог. Income – это доход, tax – налог. A recognized class of tax. То есть это тип налогов. Такое у него название. A tax on children's clothes – налог на детскую одежду. Нельзя сказать children's clothes tax. Это будет что-то невообразимое. Это конкретно налог. Вот как бы, ну, такой вот в данной стране приняли налог. Налог на детскую одежду. Income tax – подоходный налог. Используется именно такой термин. Я не слышала, чтобы говорили tax of income, например. Такие связочки запоминаем, когда у нас есть разница по смыслу, как, например, cup of tea, teacup. Запоминаем. И, в принципе, тут, мне кажется, ничего сложного нет. Притяжательный падеж нам уже давно знаком. Двигаемся дальше. С вами последние два пункта. То, что я вам говорила. Не всегда составным существительным будут именно существительные. Очень часто мы образовываем существительное, например, от фразовых глаголов, то есть связок глаголами с предлогами или глаголами с наречиями. Мы помним, что это всё-таки у нас называются фразовые глаголы, и мы о них будем говорить в конце книги. Например, сравниваем два предложения. Manson broke up of the prison by dressing as a woman. There was a major break up from the prison last night. Итак, Manson сбежал из тюрьмы, переодевшись в женщину. Был массовый побег из тюрьмы прошлой ночью, прошлым вечером. Ну, на это непонятно. Когда это был вечер, ночь, надо смотреть на контекст. Итак, в первом случае Manson broke up of the prison. Это глагол broke out. Broke out, конечно. Я сказала broke up. I'm sorry, я думаю не о том, да. Broke out of prison. Он сбежал из тюрьмы. Break out of the prison – это сбежать из тюрьмы. Break out – в данном случае это фразовый глагол. There was a major break out. Был массовый побег. Break out – это уже побед. Это составное существительное, элементами которого являются глагол break и предлог после лог, если быть точным. Out – которые, объединившись вместе, дали нам понятие существительное. Используем по правилам существительных. При этом в большинстве случаев такие, кстати, образования от фразовых глаголов мы записываем через тюрьмы. There was a major break out. Через тюрьмы. Был массовый побег. И, соответственно, если мы видим здесь глагол break, но мы понимаем, что все-таки он занимает позицию существительного, то и переводить мы его должны как существительное. Очень-очень часто вижу такие связочки. Обратите на них внимание. Опять же, это все нарабатывается уже постепенно, когда вы пользуетесь языком, но как бы теоретические основы нужно знать. Countable compound nouns like this have a plural form ending in s. Ну и, соответственно, у нас такие связки имеют множественное число. И странная штука. Множественное число будет добавляться к предлогу, потому что он стоит последним. То есть, может быть, вариант breakouts, может быть, вариант readouts, push-ups, intakes, outcomes. Ну, кстати, intakes, outcomes, видим, пишем вместе. Почему вместе, не знаю, ну, так вот английский язык решил. Трудно сказать, почему. Здесь, конечно, все вилами по воде. However, there are exceptions, for example. Ну, есть у нас и исключения. Например, lookers on. Мы изменяем слово lookers, а он не трогаем. Runners up. Мы меняем слово runners, up не трогаем. Passers by. Мы не passer bys, а passers by. И видим, что это все-таки не зависит от типа после лога, потому что, скажем, push-ups, ups можно сказать, а runners up, здесь up остается без изменений, мы его не трогаем. Опять же, с чем это связано, я не знаю, но все-таки мне кажется, что когда первое слово обозначает человека-исполнителя, lookers, смотрящий, да, вперед смотрящий, да, runners up, вверх бегущий, то есть runner бегущий, passer by, проходящий мимо, passer, проходящий, да, то есть все-таки, когда у нас здесь стоит исполнитель действия, hanger, он, кстати, тоже hanger, видим, то все-таки мы меняем его, предлог не трогаем, обращаем внимание на эту штуку. Но это как исключение, все-таки в большинстве своем правило работает вот так, как мы его оговорили выше. И, друзья, мой последний пункт. И можно использовать так называемые фразы, написанные через дефисы для того, чтобы через тире, я все время путаю тире, дефисы, они отличаются вон только размером, да. Итак, мы можем через черточки, нейтральный вариант черточки, мы можем через черточки записать целую фразу, друзья мои, и в этом случае она будет обозначать одно понятие. Не могу не вспомнить о том, как в Гарри Поттере называли Волдеморта. Все говорили «you know who», и в книге эта фраза писалась через черточки. Все понимали, что «you know who» – это одно понятие, тот, о ком нельзя говорить, тот, кого не стоит упоминать, тот злой волшебник, да, имя которого все боятся произносить. Таким образом, я видела очень много записанных фраз, которые превращают связку слов в одно понятие. Например, a state-of-the-art tablet PC, то есть очень современный планшетный компьютер. A state-of-the-art, то есть как бы соответствует современным стандартам, да, например. И мы всю фразу написали через черточки, она стала работать как что, как what. Up-to-date information, то есть актуальная информация. Up-to-date – соответствующая дате информации. При этом up-to-date – это что? Но работает в данном случае как характеристика слова «информация». Тоже нередко используется данный принцип. Я думаю, что вы уже интуитивно понимаете, как эти фразы работают, но теперь будете понимать еще лучше. Ну что, друзья мои, в принципе, по теории я вам уже все рассказала, и у нас есть еще аудиоблог на целых двух слайдах, огромное количество предложений, где встречаются в том или ином варианте составные существительные. Примеры у нас озвучены дикторами, с британским классическим правильным акцентом. Думаю, тоже не лишним будет его прокачать. Если урок вам понравился, жмите лайк, оставляйте комментарии. Я надеюсь, друзья мои, вы рады, что я вернулась к данному плейлисту. Будем работать дальше. На этом все. Занятия провела Елена Вагнистая, канал OK English. До скорой встречи. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok And there are some biscuits over there in the biscuit tin. I'm just putting the kettle on. Would you like a cup of coffee? When you go to the supermarket, can you get four lamb chops, a bottle of mineral water and some of those duck's eggs that I like? I work at the top of a six-storey office block. The view over the city is normally very good, but at the moment the windows are filthy. We just can't get a window cleaner who will climb up so high. A lot of the office workers in the building have started to complain about it. I can't find that new two-piece suit I bought last week. I remember putting it on a coat hanger, but I can't see it anywhere in the wardrobe. Perhaps you hung it on the back of the door. Ah, yes. It's here on the door handle. There were piles of computer printout all over his office. Professor Simpson made a significant input into the project. Car sales were lower than normal during the summer, but dealers are hoping for a turnaround between now and the end of the year. She tried to go through the checkout at the supermarket without paying. Allegations of a cover-up of the long-term effects of industrial pollution have been denied by the Environment Minister. The intake of students this year has fallen by 5% as a result of cuts in government funding to the universities. Stephanie King was one of the four directors of the company who led a management buyout in 2010. Weeks of demonstrations against the present economic policies have turned into a popular uprising against the military government. A breakdown in communication between the publisher and the printer led to a misunderstanding and only 2,000 copies of the book were produced rather than 20,000. There are two handouts for this lecture. One contains an outline and the other a list of further reading. He had a very sheltered upbringing and his parents didn't like him to go out of the house alone. Of all the possible outcomes of the Mars exploration project, they hadn't expected to find plant life on the planet. So, it was time for us to be interested in drinking, let's go out of the and have the plans focused. public, Capitol Capitol, and in the International of the International of the International Продолжение следует...